В эфире программа «День города» в студии Герман Гущин. Здравствуйте! Главная тема дня. Бомбардировка в заданном районе. На конкурсе «Авиадарцы» определились с целями и провели первые полеты. Оплот безопасности. Сотрудники вневедомственной охраны проверили на защищенную школу номер 24. Золотые купола душу его радует. Мастер картонажа и коллекционер мечтает о персональной выставке. На аэродроме Дягилева под Рязанью стартовала летная программа соревнований «Авиадарц-2021». В ходе первого летного дня для экипажа выполняли задачи по воздушной навигации и технике пилотирования. Во время выполнения полетных заданий конкурсантам предстояло пройти через контрольные точки строго восстановленное время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары. Например, вираж «Горка-Петля-Нестерова». Международная судейская коллегия оценивала точность выдерживания всех параметров полета, строя, а также качество выполнения всех элементов. В завершении судей оценивали качество и точность посадки экипажей на взлетно-посадочной полосе. Там же, в Дубровичах, завершилась подготовка и к практической части конкурса «Авиадарц-2021». Как сообщает пресс-служба ВКС, для конкурсантов подготовлены два типа мишени. Одна для стрелковой и неуправляемого ракетного вооружения, вторая для авиационных бомб. На аэродроме Дягилева прошла так называемая «слепая жеребьевка мишеней». Во что и когда летчики будут стрелять, расскажем далее. Вот они, цели для уничтожения сил условного противника. А если точнее, макеты автотехники со счетами 3 на 5 метров с определенным окрасом для лучшего распознавания. Расстреливать их конкурсанты будут с авиационных пушек и нарами, неуправляемыми авиационными ракетами класса «Воздух-Земля». Работать станут в основном истребители и штурмовики. А вот эти круги на полях для бомбардировщиков дальней авиации. Диаметр 100 метров. В центре крест. В общем, самый настоящий авиадарт с небольшими изменениями. То есть уже количество техники увеличено, типы самолета увеличены. И немножко изменены. Сама программа конкурса усложнили. Обязательно воздушный бой парами сделали. Вот это что касается истребителей. Цели немножко сделали более характерными, но это не значит, что в них попасть будет гораздо проще. В плане размеров, в плане видимости больше рассчитано на визуальный полет и на визуальное боевое применение. Измерение попаданий производится автоматически. На полигоне расположена специальная система «Клевер», фиксирующая каждый точный удар. Тем не менее, судейская коллегия после применения авиационных средств поражения будет фиксировать все визуально. Все в равных условиях. Отработать по старой памяти уже вряд ли получится. Кое-где локации изменили. Дело в том, что я уже четвертый год здесь и как участник уже три года участвую. Эту задачу со мной прощают, но в этом году для нас Российская Федерация подготовила сюрприз, так как воздушная разведка уже в новом месте. Чтобы все зависело только от мастерства летчика, жеребьевку мишени сделали слепой, почти как в спорт-лото. Каждый получил индивидуальную цель. Истребители и штурмовики для ракетного и стрелкового вооружения. Летчики дальней и бомбардировочной авиации для бомбометания. А экипажи военно-транспортной авиации – координаты десантирования грузов. Первое боевое применение уже в ближайшую пятницу. Максим Васильев, телекомпания «Город». В преддверии нового учебного года сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области проводят проверки всех объектов образования. На этот раз объектом изучения стала школа номер 24. Ее проверили на предмет антитеррористической защищенности и технической оснащенности. В школе номер 24 вроде бы обычный день. Ничего не предвещает плохого. Но вдруг на пульт вневедомственной охраны поступает сигнал бедствия. Срабатывает так называемая тревожная кнопка. Теперь дело за быстротой реакции и скоростью приезда. Цель учебных тренировочных занятий – это своевременное реагирование групп задержания на поступаемый сигнал тревога с охранением объектов. Также осуществляется проверка своевременного прибытия групп задержания кратчайшим путем. Подъезд должен осуществляться скрытно. Осмотр данного объекта происходит с взаимной страховкой друг друга. Экипаж уже на месте и действуя четко и слаженно, с соблюдением всех мер конспирации, пробирается к зданию. По условиям учений, что происходит внутри школы, сотрудники отдела вневедомственной охраны не знают. Поэтому каждая секунда на счету. А неверный шаг может стоить детских жизней. При проведении обследований особое внимание обращалось на наличие периметрального ограждения и его состояние. Также наличие стационарных и ручных металлодетекторов, систем видеонаблюдения с отсутствием мертвых зон. Кроме всего прочего, все объекты просвещения, расположенные на территории города Рязани, оборудованы кнопками экстренного вызова наряда полиции с подключением на пульт централизованного наблюдения отдела внесной охраны. Проведена учебная тревога, прибыли вовремя, осмотр происходил с соблюдением меры личной безопасности. На этот раз все обошлось. И под категорию особый контроль школа не попадает. Впрочем, тревога пусть и была учебной, но для сотрудников вневедомственной охраны ничего не поменяло. Быть постоянно готовыми к различного рода ЧП – их профессиональная обязанность. Чтобы школа действительно могла стать для ребят вторым домом и оплотом безопасности. Ангелина Никитина, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанском доме Белого Аиста состоялась первая научная конференция орнитологов. Географический охват приглашенных был широким. Псковская, Курская, Калужская, Смоленская, Московские области. Главная тема – увеличение численности аистов в регионе. Это удивительно, но уже второй год подряд в Рязанском доме Белого Аиста нелетающие птицы размножаются в неволе. Вообще, сам факт рождения под Рязанью аистят и их взросления стал для европейской части России первым случаем за многие годы. Достаточно успешно прошел процесс формирования пары Пунтички и Петра. То есть, по всем показателям они еще не половозрелы. Но они уже демонстрируют парное поведение и парные ухаживания. То есть, вот о чем говорить. То, что какая-то причина есть, мы считаем, что это одна из причин, что это воздействие этой методики. Мы не думали, что она будет воздействовать на репродуктивную функцию. Для нас было важно, она апробирована как антидепрессант, это методика, перед выпуском для нормализации, ну, для того, чтобы птицы могли жить в природной среде. 70% питомцев уже покинули приют и уже показывают чудеса выносливости. Один из аистят, родившихся в питомнике, не только отправился на миграцию в правильном направлении, пролетел более тысячи километров в сутки и открыл новый маршрут миграции для европейского Белого Аиста. Не через Черное море, а через Каспий. Сетру, что? Заходи. В Рязанском доме Белого Аиста был опробирован опыт разведения птиц в зимний период в наземных гнездах. Успешно выращены и адаптированы к полету уже три птенца. Зафиксирован также факт возвращения после успешной зимовки двух выпущенных в прошлом году особей. Один из вернувшихся на малую родину выпускников на зимовке образовал пару с дикой птицей. Теперь молодая семья облюбовала гнездо на искусственной опоре, заранее установленной на территории питомника. Успешно достроила его, и если обе птицы переживут следующую зимовку, должны весной загнездиться. Максим Васильев, телекомпания «Город». Пункты вакцинации от коронавируса теперь доступны и на картах 2GIS. Теперь здесь отображаются 7000 пунктов вакцинации. Больше всего в городах России и Казахстан. Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых центрах, многофункциональных центрах обслуживания населения, администрациях, школах, библиотеках и на крупных предприятиях. Чтобы найти необходимый пункт вакцинации, достаточно в поисковой строке 2GIS написать пункты вакцинации. Затем выбрать необходимый пункт и проложить к нему маршрут. О своей персональной выставке мечтает уникальный мастер картонажа Валерий Кирченков. Из картона и дерева он создает макеты храмов и церквей. Наша съемочная группа навестила мастера. Картон раньше такого не было, как сейчас, в большом количестве. Сейчас очень много картона. Вот эти вот картон гофрированный, я его делаю, использую, например, как крышу, как какие-то вот такие полукруглые вот эти вот, видишь, они красивые. Валерий Кирченков моделированием храмов и малых архитектурных форм занимается с 12 лет. Картон, клей, спички и глина для промазки окон. Вдохновение Валерий черпает из открыток, журналов и фотографий. Говорит, изготовление из картона и дерева уменьшенных копий зданий – очень трудоемкая работа. А уж тем более, если это храмы и монастыри. Ведь они славятся своими великолепными архитектурными элементами. Резные окна – величавые купола. Он, конечно, всегда старается быть скрупулезным. Но, как говорит сам Валерий, воссоздать каждый архитектурный элемент не всегда получается. Этот купол луковичный, вот такой вот, наши древнерусские церкви такие делают. Вот так вот я их и делаю. И вот из этого пластилина вылеплю. Там, конечно, вытачивают. Я смотрел в интернете из дерева, вытачивают их все. Очень красиво. В доме у Валерия несколько десятков зданий и всевозможных построек. Есть даже свой рязанский мини-кремль. К каждому своему творению он относится с большим трепетом и любовью. Мол, это не только время. Я вкладываю душу. Каждая мини-копия отличается от предыдущей. Мастер не пытается повторить оригинал в точности. Каждый раз он добавляет что-то свое. То есть, начиная вот с открытых, берешь немножко оттуда, немножко отсюда. Все это вот складывается в одно. Вот. И реально что-то получается у меня вот это такое. Ну, то есть, в природе, фактически, мне кажется, нет таких этих церквей. Да, вот. Нету. А может и есть. Работы Валерия можно увидеть в больницах и детских садах Рязани. Он дарит их с большим удовольствием. И рассчитывает когда-нибудь организовать выступку в музее или храме. Помимо создания макетов, у него большая коллекция значков. Около пяти тысяч разнообразных видов. С изображением городов и событий. Разной датой и формой. Была маленькая коллекция, вот такая примерно была. Потом все это, ну, постепенно-постепенно. Вот. У меня уже стало не хватать. Я еще полотно одно это сделал. А потом думаю, дай-ка я все в одно единое. И вот в одно единое я сделал, у меня получился почти ковер. Такой вот, около пяти тысяч значков. Все только города России, Советского Союза бывшего. Вот. То есть, тематика только одна. А еще в его увлечении Валерию помогают внуки. Воодушевленно клеят вместе с дедушкой. Всякое интереснее, чем с гаджетами. Герман Гущин, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв. И на наших страницах в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин